здравствуйте дорогие гости рада приветствовать в нашей студии в таком необычном немножко формате тем не менее мы с вами в программе фокус на человека и нам с вами выпало жить на рубеже эпохи когда разобщенность разделенность становится в каком-то смысле нашей бедой нашим горем с одной стороны границы становятся более прозрачные люди легко меняют место жительства переезжают из одного места в другой но при этом очень часто теряют вот эту связь со своими корнями и она становится какой-то такой неуловимой и есть иногда такое возникает ощущение что она может вообще пропасть и возможно возможно ли в наше время сохранить эти семейные родовые ценности и нужно ли это дело вот об этом мы сегодня будем говорить и я хочу представить гостей это доцент кафедры общей психологии института психологии и образования кфу павел николаевич афанасьев семейный психолог экзистенциальный аналитик ирина александр золотова и руководитель культурного центра и видеостудии а я с татьяна вячеслава михайлова здравствуйте еще раз гости ну я бы хотела сразу попросить татьяну вячеславу сделать некое вступление в связи с тем что есть очень интересный пласт информации которым татьяна вячеслава поделится и мы дальше начнем разговаривать спасибо за эту возможность в казани уже десять лет работает фонд биографических интервью это студии которые записывают интервью с обычными людьми мы называем их хорошие люди жанр интервью развивается очень динамично последнее время и вот наши студии а я рис пишет такие интервью с обычными людьми зачем для того чтобы создать новую культуру сохранение семейной исторической и родовой памяти и мы считаем что эта миссия организации и она такая жизненно важная сейчас для выживания ну можно сказать семьи человека нации государства вот никак не меньше казалось бы вот такая маленькая вещь биографическое интервью о чем это интервью мы садимся в студии с гостем и начинаем с его воспоминанием с первых воспоминаний касаемся всего что он прожил жизни людей которые сделали его таким победы поражения воспоминания счастья воспоминания преодолений он благодарит во время этого интервью всех кто сделал его таким какой он сейчас и для чего для чего для того чтобы сохранить вот эту семейную историю общеизвестно что еще недавно у нас был только один формат это как бы семейные фотографии но с цифровой эпохой все это уходит скажем так виртуальную жизнь и с уходом человека практически не остается ничего материализованного социологи меня поправят если я скажу что через три поколения как бы память о человеке стирается и вот видеоформат это такой современный формат на наш взгляд который позволяет это удержать сохранить то есть человек уходит со своим таким микро фильмом длится это порядка трех часов и за это время есть очень хорошая возможность все вспомнить мне хочется рассказать одну историю один уважаемый человек рассказал нам о том что дочь его друзей познакомилась со скандинавским мужчиной и поехала знакомиться с семьей жениха и вот в таком небольшом скандинавском городе папа жениха течение пяти вечеров рассказывал ей историю рода этой семьи и он говорил что вот это вот печать 15 века тулов а это наш на семейный тантем на ложках от ну как бы от нашего рода это клинок седрика и прошла неделя он спросил а ты долго будешь еще с нами и она ответила ну я еще буду дней пять отлично ты сможешь рассказать все о своей семье и можно себе представить панику этой молодой леди у которой вся семейная память сосредоточена просто на родителях бабушки и дедушки ну как бы можно поставить многоточие потому что вот по нашему опыту а у нас таких интервью уже 5000 за 10 лет эта история нередкая для нашей страны когда мы не знаем наших корней и можно понять почему это так потому что на рубеже эпох двадцатого века это было жизненно ну как бы опасно знать своих их прятали потом было рискованно говорить об этом чтобы не всплыла ненужная информация семья не пострадала практически в каждом третье истории которые мы пишем мы встречаем такие воспоминания о том что мы знаем что наш дедушка когда-то посадил нашу семью семью бабушку всех своих множество детей на телегу и увез в неизвестном направлении чтобы затеряться и вот это мудрое решение того предка позволило роду выжить на наш взгляд такие истории должны передаваться из поколения в поколение и потому что вот сейчас на рубеже эпох это очень важно потому что пока все хранится на уровне преданий но как только уйдет это поколение со смены эпох не будет даже этих преданий и это будет боль я так считаю и мне сегодня очень было бы важно узнать но мнение психологов мнение экспертов потому что мы не претендуем в наших интервью на какое-то глубинное копание психологии но даже вот рассказ об этих историях жизненных он производит чудеса с человеком и поэтому я сегодня очень рада нашей встрече я хотела прочитать очень цитату который мне прям вот очень глубоко в душу зашла диана сеттерфилд в книге 13 сказка сказала ты можешь не знать своих родителей но твоя семья существует независимо от твоего знания или незнания ты можешь удалиться от родственников порвать с ними всякие отношения но ты не вправе утверждать что этих родственников у тебя нет а мы сейчас с вами вот пользуясь тем что татьяна говорила про эмпирический опыт до накопления вот этой информации сталкиваемся с тем что людям как бы и не надо чтобы у них была большая семья вот ирен вот что у нас здесь сейчас вот происходит ну мы не просто так не хотим знать свой род и те послания которые нам приходят из этого рода потому что информация которую скрывают наши предки они действительно не просто так скрывают узнавая эту информацию мы можем почувствовать стыд или она может быть неудобно за них мы можем почувствовать что мы принадлежим не к очень хорошей истории и надо сказать что этот вывод который мы делаем мы конечно делаем из нашего настоящего мы судим наших предков исходя из того в чем мы живем сейчас но если бы мы оказались в том времени да в то в той эпохе то возможно наши выборы которые бы мы сделали были бы абсолютно такими же и люди часто не хотят знать свою историю потому что они говорят что я буду испытывать неприятные чувства от того что я буду знать что например мой право прадедушка пил до или мой там дедушка участвовал в каких-то репрессивных действиях или мой там прадед там ушел не пошел на войну да и выбрал какую-то другую историю нам кажется что если наши предки поступали как-то не очень хорошо то и мы такие же дата они внутри живут внутри нас это одна история вторая история мы иногда вытесняем эту информацию потому что если ее знать то моя жизнь тоже изменится например если я буду знать что мой страх продвигаться допустим по служебной лестнице до связан со страхом не высовывайся до который прилетел в общем с 20 века когда действительно было страшно иногда высовываться то тогда я могу над этим страхом возобладать тогда я могу быть сильнее этого страха тогда я уже не могу этим страхом оправдать то что я например избегаю каких-то вызовов своей жизни и тогда моя жизнь правда может измениться иногда нам страшно мы например привыкаем к такой низкой самооценки мы привыкаем к позиции себя не ценить я встречалась с таким парадоксом когда люди вытесняют и хорошую информацию о роде до информацию которую можно гордиться который может который можно себя соотнести сказать я такой же да я часть этой системы и получить ту самую силу больше всего я встречаюсь с тем что люди боятся эмоций которые появляются у них когда они начинают разную информацию о своем роде узнавать часто эта информация которая не начинает оценивать и это самая большая ошибка потому что трудно сказать было ли это однозначно хорошо или однозначно плохо важнее это просто знать тогда от этого можно оттолкнуться то я правильно поняла что вот в той части где вы говорили про не высовывайся человеку нужно все равно с этой темой работать чтобы понять стратегии сегодняшнего своего поведения даже с этой точки зрения мы нужно разбираться конечно на ситуации мы не можем управлять тем о чем мы не можем помыслить если нам не приходит в голову что этот страх связан с какой-то историей то мы начинаем воспринимать его как реальный как настоящий причем иногда этот страх настолько сильный что человек внутри вы переживает страх угрозы жизни да действительно как страх смерти и сам не может понять почему вдруг он так сильно этого боится когда у меня есть объяснение откуда этот страх я могу по отношению к этому страху занять позицию я могу сказать это не мой страх это не моя история эта история была которая была с моим предком но я живу в другое время да и тогда у меня появляется такая дистанция от этого чувства я могу им управлять и тогда моя жизнь не подчинена вот этим неосознанным сценарием которые иногда прилетают к нам из рода вот это дистант дистантность вот с которыми сейчас сталкиваемся по отношению к семье вообще да ну вот я к родителям езжу там исключительно по выходным с одной стороны это хорошая вещь потому что мы знаем такое слово как сепарация до взросления другими словами говоря и необходимость ухода с другой стороны мы должны постоянно соблюдать ну вот эти связи поддерживать вот где вот в этом в этой ситуации может быть баланс и мы же понимаем или уже изменил ситуацию так что семья на сегодняшний день институт который сживает себя взять хотя бы статистику 7 разводов на 10 вот самая последняя статистика или или этот институт пока человечество существует будет существовать всегда вот где тут баланс мне кажется сложность нашего поколения вообще двадцатого века всего и людей при проживающих именно на нашей территории в том что мы не умеем хорошо расставаться мы расстаемся через эмоциональные разрывы мы прекращаем контакт со всем мы это делали на протяжении всего двадцатого века потому что мы пережили такое количество травм социальных культурных травм которые очень сложно отгревать очень сложно оплакать например родственника который был репрессирован потому что стыдно по нему плакать и мы действительно такое поколение которое часто решает вопросы взросления через прекращение отношений со всем да как будто не знаем как устанавливать отношения выросших детей с уже престарелыми родителями как продолжать поддерживать эти отношения но оставаясь каждой взрослым нам кажется что если я прекращу контакт со своими родителями да и семьей со всем то это такая будет психологическая взрослость на самом деле это обратная сторона зависимости то есть очень сильной связи для того чтобы не переживать вот это чувство грусти которая сопровождает любой процесс расставания и процесс взросления часто связан с этим чувством грусти чтобы не иметь с этим контакт я тогда не буду ничего чувствовать вообще перестану вообще каким-либо образом общаться со своими со своим родом николай добавить что-то хотели а да я хотел бы откликнуться на историю татьяны вот я бы скорее всего конечно сказал что я та самая девушка вот из этого рассказа вот который дальше там своих папа мама дедушки что-то там отдаленно про бабушку прабабушку прадедушку знающие все вот и как-то и ну конечно меня заинтересовала вот эта история про норвежского как сказать норвежскую семью да где вот вообще ценность вот этого там до 5 6 7 поколения из 15 века я обнаруживаю что как бы в том окружении в тех семьях в которых я жил там живу да как будто бы даже нет этой ценности да что там как было вот для меня прежде всего кажется эта история что так или иначе каждый из нас пытается ответить на вопрос а кто мы такие то есть кто я такой да то есть какое-то самоопределение и наверное построение собственного самоопределения через родовую историю одно из таких самых понятных и очевидных потому что всем откуда-то произошли да у каждого были папа мама там бабушка дедушка где-то там еще наши предки вот если есть такая история то есть какое-то понимание того какое место вообще я занимаю в этой истории то есть но вообще ну я бы так сказал наверное появляется какое-то место в истории моим мое место в той истории который имеет достаточно ну длительность определенно вот если я не помещаю себя в какую-то историю рода получается где я вообще нахожусь А кто я тогда? Мне кажется, вот этот жанр, когда человек рассказывает о себе, он очень такой, я бы сказал, психотерапевтический. Он дает возможность человеку незамысловато, я думаю, для многих людей это своего рода откровение, обретение себя. Ну а где еще, если только не в кабинете у психолога, психотерапевта, ты можешь на протяжении трех часов рассказывать о себе и своей жизни. И больше ни о чем другом. О своих каких-то воспоминаниях, о своих каких-то любимых расставаниях, встречах. Это позволяет действительно понимать себя прежде всего. По поводу кризиса семьи, института брака, я не думаю, что есть кризис самой формы, потому что меняется содержание. То есть то, что мы видим сейчас по западным странам, где меняется представление о браке, но сама форма остается. То есть она как будто бы устойчивая, люди стремятся жить в союзах, стремятся создавать пары, пары немного другие, но так или иначе форма все равно остается. То есть не образуется каких-то новых радикальных форм жизни или не обнаруживается, что радикальные люди отказываются жить в союзах и жить отдельно. Так или иначе формат остается. Но меняется, может быть, самоустройство этого союза. То есть если там, как говорят раньше, носило больше такой экономически-хозяйственный характер, то есть семья была просто способом выжить экономическим, потому что сейчас у нас есть экономические возможности выживать не только в рамках семьи. И тогда возникают вопросы, а каковы новые смыслы могут вкладываться в семейные союзы, чем это может быть для меня лично, что ли. То есть семья становится из такого, может быть, проекта родового больше таким личным проектом. Но если человек для себя находит эти личные смыслы, то, наверное, находит ответы, зачем мне это нужно. Если такие личные смыслы не обнаруживаются, тогда, наверное, человек попадает в эту ситуацию какого-то отчуждения от семьи, от рода, от самого себя, потерянности, что ли, какой-то. Вот, наверное, вот этот вопрос, который для меня на фоне чего я живу. И вот история, которую рассказала Татьяна, для меня это вот, что мы можем совершенно по-разному мыслить себя. То есть в этом есть такая очень известная притча, что два человека катят одну повозку с кирпичами, и одного спрашивают, ты что делаешь? Говорит, повозку качу. А ты что делаешь? Говорит, ну я другому помогаю, он попросил помочь. А третье, а ты что делаешь? Говорит, храм строен. И вот показывается, что два человека, которые внешне, кажется, делают одно и то же действие, на смысловом уровне делают совершенно три разных дела. И внутри каждый из них совершенно по-разному осмысляет то, что он делает. И я бы сказал, последствия того, что каждый из них делает, они тоже разные. Ну вот, наверное, как-то так, что вот эта вся история, это то, насколько удается привнести некий больший смысл в свою индивидуальную жизнь. Вот, и удается ли мне вот как-то поместить себя не только в какие-то, ну, условно говоря, бытовые хозяйственные нужды сегодняшнего дня, а еще и обрести себя на фоне исторического какого-то процесса, истории собственной семьи и рода. То есть, как будто мы говорим, вы сейчас, ну, вот хороший очень пример, где я нахожусь, да? Как будто бы система координат, в которую я себя вписываю, как вот существующий в реальном времени. Я в этой системе координат буду чувствовать себя по-другому, если я смыслом наполню вот это свое действие, вот это свое содержание, об этом идет речь. А вот тогда с этой же точки, с экзистенциальной, что ли, я не знаю, род, это что включает в себя? Экономическая функция семьи, она, наверное, как бы ослабевает. И стимула выживать супруги валы в одной упряжке по этимологии, да, эта функция умирает. А вот функция архетипическая, ориентации, передачи генетической памяти из рода в род, она сохраняется. У нас Татарстан, республика межконфессиональная. И в мусульманской традиции принято, ну, просто по религиозным канонам знать семь поколений. К сожалению, на таких вот встречах, ну, общегородских, мы видим, что это утрачивается. Даже, как бы, вот в правильных татарских семьях традиция, ну, как бы уходит, это нужно, как бы, признать. А в православии есть заповедь возлюби ближнего, как самого себя. То есть сначала нужно тоже знать, а кто я, и уважительно относиться к себе, и не бояться. И я, как вы правильно сказали, это не только я здесь и сейчас, это я еще все те поколения, которые стояли за мной. И вот это такая... Вы сейчас меня убедили, что то, чем мы занимаемся, это, ну, вообще жизненно важно, потому что это такая простая форма, самая простая форма, да, обретения вот самого себя и вот этой вот родовой памяти, потому что без нее нет завтрашнего дня. Я один, ну, как даже в самой простой сказке Льва Толстого, веничек разломать по прутику. Я один очень слаб, мы не устоим поодиночке. А если я это целый веник и все, кто за мной, да, то мы не сгибаемы, мы проживем и сейчас, и завтра. И я вот благодарю Павла за слово психотерапевтический эффект, потому что... И мне хочется понять природу этого эффекта, потому что люди, когда смотрят такое кино, они говорят, я чувствую себя сильнее, я боялся, что я не могу, но я понял, что я столько сделал хорошего в жизни, и передо мной столько людей сделали хорошего в жизни, что теперь я стал сильнее. Как это работает? Вот я бы, наверное, ну, задала снова вопрос. Ну, мне кажется, это очень понятно. Для меня род это вот то, про что говорил Павел, смыслы и ценности. И когда я начинаю рассказывать какую-то историю про себя и про то, как я справлялся с жизнью, я в первую очередь рассказываю про свои ценностные выборы, потому что жизнь – это выбор. Я рассказываю про то, что лежало в основе этого выбора, да, почему я это выбирал и как я это выбирал, кто помогал мне это выбирать и на каких людей я пытался быть похожим или пытался на них как-то опираться. И это вопрос про ценности. Когда человек осознает точнее, четче свои ценности, это действительно делает его сильнее, потому что это для него такая опора. Он теперь может куда-то встать, он не один, да, он продолжает какую-то историю этих ценностей. И семья – это часто передача этих ценностей, потому что если мы посмотрим на выборы, которые делали наши предки, то они тоже, делая эти выборы, исходили из чего-то важного. То есть в некотором смысле принадлежность к роду – это принадлежность к чему-то духовному. Человек может выбрать религию, но род – это тоже такая группа людей, которые связаны общими смыслами, общими контекстами, общими ценностями, а не только кровью, какими-то кровными связями. И некой общей историей, которая хорошо закончилась, потому что если я здесь сижу, да, и с вами разговариваю, если я жива, значит, какой бы тяжелой ни была история моего рода, она все равно успешна, да, потому что вот я здесь, я могу про этот род рассказывать. И когда человек это осознает, конечно, он получает силу. Когда мы работаем, например, с клиентами в технике генограммы, и когда мы тоже собираем вот эту родовую историю, и рассказываем, и рассматриваем эти фотографии, рассказ одного про род очень заряжает всю группу. И люди действительно говорят, как будто я тоже прикоснулся к ценностям, которые есть в твоей истории. Мне кажется, вот это делает нас сильнее. Соглашусь. Да. Когда в одной из ваших лекций по генограмме вы говорили о том, что если семьей не заниматься, в смысле родом не заниматься, то он прекращает свое существование через 8-9 поколений. Вот, если я правильно запомнила, вот что означает, что вкладывается в понятие заниматься родом? Он не совсем прекращает свое существование. В роду начинают появляться какие-то очень тяжелые истории, которые люди, которые страдают социальной дезадаптацией, которые уже не оставляют потом потомства. И в этом смысле какие-то ветки рода, они действительно отмирают. Когда мы приходим в этот мир, у нас есть, собственно говоря, две ветки, мамина и папина. И обе эти ветки приносят нам какие-то определенные послания, убеждения и ценности. Иногда эти убеждения и ценности помогают нам жить, иногда они нам жить мешают. Например, могло прилететь там убеждение от мамы с маминого рода «не высовывайся», а с папиного рода только тогда, когда ты делаешь карьеру, ты получаешь уважение. И вот вам невротический конфликт, потому что невозможно делать карьеру «не высовывайся». У человека этот конфликт внутри, потому что он не помнит, кто и когда ему так говорил. Во-первых, часто послания передаются очень по ходе, вот как бы между строк, а иногда они вообще передаются на таком невербальном уровне «я что-то сделал, мама нахмурилась, я понял, что я сделал что-то не очень хорошее». Как я этот понял, я уже не помню, вырастая взрослым, и мне кажется, что это действительно я, что это я сам решил. Иногда я спрашиваю клиентов, откуда вы таким появились, он говорит, ну это я сам себя сделал. На самом деле мы состоим из тех взрослых, которые нам что-то говорят и к чему-то нас призывают. И когда мы эти послания знаем, то тогда мы можем опять же ими управлять. Такая история, которую мы иногда рассказываем, например, женщина, у которой в семье пил отец, и обычно ситуация алкоголизма, они считаются очень стыдными, хотя если мы исторически посмотрим вообще на алкоголизм на Руси, очень разные у него были мотивы. Например, один из таких мотивов в крестьянстве был очень развит, что я пью для того, чтобы не идти насильственно в колхозы, когда была вот эта насильственная коллективизация, потому что если бы я напрямую сказала, что я не пойду в колхоз, меня бы расстреляли. А пьяным, ну как-то все сходило с рук, да, ну напился сегодня, ладно, завтра мы все равно за ним придем, да, и поймаем. Поэтому алкоголизм был очень разные мотивы, да, не всегда это было прям однозначно плохо. Но люди почему-то эти истории считают стыдными. И вот эта женщина, у которой, допустим, была эта история про папу, да, или про дедушку, у нее, допустим, сын. Практически все дети в подростковом возрасте начинают разные пробы, да, они начинают пробовать, насколько границы этого мира можно разрушить. А пришел ее сын домой нетрезвый. И вот если бы у нее не было этой истории, то отреагировала бы на это как на, ну, перепил, да, ну не справился, ну пожурила, да, сын лег спать. Но для этой девушки это будет настолько сильная эмоциональная реакция, потому что это сопряжено со всем страхом, что мой ребенок станет таким. С этого момента она начинает себя часто интересно вести. Она начинает предупреждать ребенка, только не пей, да. Она начинает его контролировать. Она начинает говорить ему что-то, а где ты был, да. Она начинает задавать ему всякие вопросы. А мы с вами так устроены, что когда нас начинают беспочвенно подозревать, хочется все-таки дать основание для этого подозрения, да. И вот этот ребенок раз напился, два напился, три напился. И наконец-то мама произносит вот эту фразу. Я так и знала. Для нее появляется обоснование ее страху. Она не смотрит в прошлое, она смотрит в настоящее. А страх на самом деле имеет место в прошлом, потому что вот эти ее переживания, например, злости, да, на отца или какого-то страха, когда он напивался, не имеют отношения к ее детству. И вот таким образом и сбывается то, что мы называем самосбывающимся пророчеством, да. Оно не каким-то фантастическим образом, да, происходит. Оно происходит через определенную выстроенную систему коммуникации, да. Когда человек все время другому человеку транслирует, только не делай этого, да, смотри, вот этого не делай, да, там, не думая, желтая обезьяня. Соответственно, он через какое-то время именно это и начинает делать, а мы получаем обоснование. И поэтому, когда мы разговариваем с клиентами, почему важно знать историю рода? Потому что если ты знаешь, ты можешь к этому деточке в 14 лет подойти и сказать, слушай, ты, конечно, можешь пробовать, да, но ты знай на всякий случай, что вот у тебя там дедушка, да, или прадедушка. У них была такая история. Так что неизвестно, чего там тебе по генетике прилетело. И этот деточка, глядишь, уже будет про эту историю знать. Я уже не говорю о каких-то уникальных, совершенно фантастических случаях, когда в семье бывают какие-то тайны, дети удивительным образом начинают вести себя так, что эти тайны начинают выходить наружу, да, они как будто специально пытаются эту тайну сделать явной и видимой. Это лишний раз подтверждает тот факт, что нам важно знать, да, нам важно знать про все, что у нас было в семье, и плохое, и хорошее. На хорошее мы можем опереться и это продолжать дальше, да, и передавать это следующим поколениям как ценность. Плохое мы можем исправить. Мы можем сказать, я первый, кто будет делать по-другому, кто будет поступать по-другому, да, на ком эта история остановится и будет какая-то другая хорошая история. И в этом смысле это дает жизнь роду и какую-то другую жизнь, да, жизнь более счастливую, более комфортную, да, жизнь в большей близости, чем это было, например, с нашими предками. Да, мне как-то немножко хочется добавить к тому, что говорит Ирина, вот момент связанный с тем, что мы не придаем, то есть психология не передается какого-то там, не знаю, скрытого или там таинственного значения или смысла тому, что мы называем такой межпоколенческой передачей. Вот, действительно, от одного поколения к другому передается некие послания, некие сценарии, вот через ту систему коммуникации, которая складывается внутри той или иной семьи. Но здесь, пока сейчас Ирина говорила, тоже такой образ возник, что, наверное, здесь мы говорим о том моменте, что каждый из нас, ну, мы себя осознаем каждый как личность, да, как, ну, некая отдельность, да, но при этом мы же все являемся частью каких-то систем взаимосвязей, социальных связей. И вот на уровне как нечто целого, вот эта система социальных связей под названием семья, род, она тоже содержит какую-то память. Вот, и это передается, то есть, ну, некий эффект целого, что ли, да, то есть, ну, вы хорошую цитату вначале привели, что мы, конечно, можем что-то не знать, но это не отменяет факт, что родственники у нас есть, да. Мы, конечно, можем индивидуально что-то не помнить, но как будто бы на уровне семьи эта память сохраняется. Вот, сложно дать ей какое-то, ну, не знаю, описание или объяснение, ну, попытки разные есть, но действительно, как будто бы мы говорим о том, что есть какая-то память индивидуальная, есть какая-то память системная. Вот, все-таки, ну, мы люди прежде всего социальные. Вот, и, наверное, это, ну, мне кажется, когда мы об этом вспоминаем, и удается как-то вот эту взаимосвязь поддерживать, возникает вот это, ну, то, что Татьяна спросила, как попало, подкуда появляется там, да, ну, я это так называю, что я понимаю, что я есть нечто большее, чем я о себе знаю. Вот, и вот это вот я есть нечто большее, оно дает вот тут какую-то прибавку энергии. То есть, ну, я как там, ну, условно говоря, там, Павел, вот, столько-то лет, такая-то история, я сталкиваюсь с каким-то вопросом, проблемой, и мне кажется, это неподъемным. Но за мной еще есть целая история, да, то есть история там моего рода, моих предков, вот, и я как нечто большее или еще какой-то смысл, да, он как будто бы дает прибавку энергии, которая дает мне возможность справиться с какими-то сложностями, вопросами, которые иначе кажутся неподъемными. Потому что я с этими вопросами имею дело, не один, а за мной еще или со мной еще кто-то есть. То есть это, наверное, тот момент, с которого тоже Наталья и начали, что чего мы лишаемся, если мы исключительно себя как-то мыслим, осмысляем, чувствуем только автономными какими-то отдельными единицами. Мы теряем это ощущение поддержки. То есть как будто получается, что все проблемы, с которыми мы имеем дело, это наши личные проблемы. А ты тоже, Елена, говорила и как-то откликнулась, что зачастую проблемы, с которыми мы имеем дело, это не столько наши личные проблемы, сколько проблем, или доставшиеся нам от нас по наследству, или проблемы, с которыми имеет дело наша семья, наш род, и я как часть рода взаимодействую с этой проблемой. То есть в какой-то мере, когда я сажусь рассказывать историю своего рода, в этот момент я выступаю не как какой-то частный автономный человек, а я как часть рода выступаю. Мне какие-то сейчас истории тоже вспоминаются, что в традиционных культурах тоже была такая роль рассказчика. То есть он был такой хранитель различных племенных мифов, рассказов. И это передавалось. Умирал старый рассказчик, он передавал это искусство следующему. То есть какая-то мифологическая составляющая, на мой взгляд, это то, что дает измерение культуры, прежде всего, в нашу жизнь. Это какие-то сказки, мифы. С прагматической точки зрения, какая-то разница, кто у тебя там в 15 веке, кто был, какую печать дал. Но это вносит вот это какое-то, ну, не знаю, там, иное измерение. То есть измерение культуры, я бы сказал. То есть это нас делает людьми культуры, прежде всего. То есть не просто так, ну, не хочется принижать биологическое, да, но жизнь исключительно на удовлетворение базовых насущных потребностей, это наша такая биологическая жизнь. Ну, или есть такой чуть философский термин употребления, это голая жизнь называется, да. Вот, есть такое понятие философия. Но тогда мы теряем человеческое измерение. Вот, а историческое, культурное дает возможность там, прежде всего, быть людьми. Вот как-то такой важный компонент. Спасибо большое за этот контент. Я тоже недавно только осознала, что вот эти акыны, ну, кто еще, помогите мне. Балаты, сказки. Да, да, сказители. Сказители, сказители. Сказители, ну, там, шаманы. Все, кто являлся таким вещателем в роду, это действительно еще и обмен энергиями. Казалось, что, ну, что там он сказочки рассказывает. А на самом деле вот это вот ощущение единства, локти и какой-то общей вот там возникающей аура, это слово утраченное, да. Вот параллель с современным, как бы, дистантом образованием. Говорят, что это будет лучше, если пойдет дистант, да. Мы все станем как-то мегауспешными. А педагоги с опытом и сердцем говорят о том, что передача знаний и навыков это не информационное поле, это энергетическое поле, которого нет в режиме цифровом. И это будет, ну, большая утрата, возможно, и невосполнимая даже. И поэтому вот спасибо вам за этот смысл большой. Здесь есть еще такой момент с точки, ну, экзистенциальные психологи говорят, что человек действительно приходит в этот мир один, ему придется умирать, и уходит он один, и он проживает его с таким глубоким экзистенциальным одиночеством. И вот эта принадлежность к чему-то, к чему-то большему, чем он один, она и помогает смягчать вот это одиночество. Она помогает ему на что-то опереться и понять, что я все-таки к чему-то принадлежу. Нам действительно очень важно принадлежать к чему-то, к семье, к культуре, к ценностям. А вот про то, что вы говорите, Татьяна, передача, мне кажется, очень важно, что при живой передаче знаний происходит передача смыслов и ценностей. Смысл – это не то, что рождается в одиночестве, это то, что рождается между, в процессе вот этого живого диалога. И вот это мы, конечно, потеряем, если мы уйдем на такую оторванность, если мы потеряем вот этот человеческий контакт, тогда мы и потеряем вот это пространство, в котором можно дискутировать и рождать смыслы вместе, вместе взаимодействовать. У меня в связи с историями тоже есть небольшой такой забег в историю семьи, в которой отвергался человек. Я просто недавно, как это, попробовала метод расстановок, ну, как бы, мы о нем не будем говорить, но это было там. Это было совершенно потрясающее открытие для меня, потому что вот тут, прямо вот в процессе этого взаимодействия оправдали или ввели в семью, вернули в семью человека, которого из семьи отторгли только потому, что он, ну, запойно пил. А когда на второй день выяснили, почему он пил, он был ветераном, он воевал в Великую Отечественную войну, он прошел такое, что ни один живой человек не смог бы с нормальной психикой как бы это вынести, и поэтому он вот все оставшееся время запивал то, что он видел и то, что он прожил. И когда вот это вот осознание произошло, и пришла девушка, она сказала, я все это рассказала своим родителям, там были слезы, принятие, покаяние, мурашки, кто-то пошел в храм тут же, потому что потребность почувствовали, да, вот воздать должное. И ситуация как будто бы начала двигаться, то есть как будто бы мы говорим, когда мы вносим, вводим, возвращаем в свой род себя в первую очередь и всех своих людей, то как будто бы в этом роде начинает двигаться энергия, да, вот этот прирост, о котором вы говорили. И еще один момент существует, если я правильно поняла, мы говорим, когда мы говорим о том, что вот в этом роде все не очень хорошо, и вот там могут через некоторое время родиться как раз недееспособные, да, дети, то как будто бы это люди, которые не хотят наделять смыслом, в общем-то, глубинным, дистанциальным смыслом свое существование и, соответственно, существование своего мира, да, своих родственников, и продолжают жить изо дня в день вот на этом самом потребностном уровне, на нижайшем, и все. То есть получается, что вот, во-первых, Татьянин, да, вот этот проект, который возвращает людей к тому, потому что я точно знаю, я слышала этих людей, потому что я слежу за Инстаграмом, когда люди спустя месяц, год пишут и говорят, спасибо вам огромное, у меня постоянное открытие, я открываю в себе то, я открываю в себе это, я открываю в себе это, кто-то говорит, а я, оказывается, был никудышным отцом и начинает внимание обращать на своих детей. То есть это как бы получается, что во время процесса записи человек как раз и наполняет свою жизнь смыслом, проговаривая ее, осознавая эти смыслы, осознавая все, все, что с ним происходило, вытаскивает именно на уровне осознания, да, я правильно понимаю? Мне нравится цитата Марка Твена, за последние 15 лет мой старик сильно поумнел, то есть время для всего, время для осуждения и время для понимания, принятия, и люди, когда смотрят фильм через 5 лет, они говорят, я уже другой, вот это тоже интересный феномен, как часто человек меняется, ну, в процессе жизни и переосмысляет, да, переосмысляет однократно, но и каждые 5 лет это вот происходит, или... Это вот Павел, наверное, больше как философ ответит. Да, я сложно, я себя не идентифицирую как философ, да, сложно сказать, мне кажется, в каждом случае какая-то индивидуальная история, есть, ну, там пишут традиционно, больше социологи, пишут, что каждые 7 лет происходит какая-то переоценка ценностей, но мне кажется, тут все индивидуально, вот, ну, а то, что, Наталья, вы сказали, для меня как будто это образ, ну, появляется другое измерение, что ли, то есть, когда я понимаю, что, вот, ну, условно говоря, там в двух измерениях жил, оказывается, есть третье, да, и я открываю, и что-то вижу, то, чего в двух измерениях просто не видно, вот, вопрос только, я так, ну, возникают у меня сложности человеку, который живет в двух измерениях, объяснить, что есть еще третье, вот как его перевести, да, то есть, потому что, ну, просто рассказать об этом, ну, может как-то не сработать, вот, и в какой-то мере, ну, и в какой-то смысле, вот то, о чем мы говорим, ну, вот с точки зрения какой-то, ну, не знаю, там, вопросов сегодняшнего дня, кажется, какой-то, ну, вопрос, что сегодняшнего дня, быть успешным, да, быть эффективным, там, построить карьеру, не знаю, да какая разница, кто у тебя там чего был, там, кажется, какая у тебя семья, не суть важна, да, вот нужно вот это, вот это делает успех, там, заработать денег и так далее, что все это кажется каким-то лишним, что ли, даже мешающим, зачастую, действительно, связь с семьей, это действительно такие моменты возникают, и там, ну, Коллеги мои рассказывают, что есть у человека возможность построить карьеру, успешную карьеру в другой стране, но он не может переехать в другую страну, потому что его связи родовые не позволят ему. Условно говоря, отец никогда не благословит меня переехать, и человек не переезжает. С точки зрения ценностей сегодняшнего дня, это кажется абсурдом. Ну ты чего? Карьера, какое благословение отца? Это уже вчерашний день. Но мне кажется, в этом месте, я бы это назвал как-то угрозой существования личности. То есть если я делаю что-то противоречащее ценности моей личности, я просто как личность уничтожаю себя. Вот этот момент может быть не осознаваться или вытесняться, если мы как-то не придаем этому значения. То есть не знаю, я не думаю, что есть прям, ну, во всяком случае, я не сторонник того, что любые изменения – это обязательно движение в сторону какого-то регресса, изменения. Вот раньше были традиционные семьи, мы знали там до седьмого поколения, сейчас мы этого кто-то не знают, плохо это или хорошо. Как будто сложно ответить на этот вопрос, да. Но есть какие-то моменты, которые вы вспоминаете, да, и вы говорите, что как будто бы, обретая вот эту свою семейную родовую историю, наша жизнь становится более богатой. Вот. Я бы не говорил тут лучше-хуже, я бы просто говорил о том, что, ну, как бы богаче, разнообразнее, что ли, более, с большим количеством измерений в одном случае, и как будто бы ощущение, что в другом случае этого не хватает. То есть, ну, как-то так вот. Да. Как у меня, и у меня такая любимая фраза есть, это когда я был еще студентом, и у нас был интерес к семьям, вот как вообще люди принимают, ну, я был молодой, и я понимал, что мне предстоит создать семью, и как-то, а как это вот из, вот как это вступить вот в семейный союз, да, как вот захотеть, что ли, этого там, да, или как не бояться. И мы такое делали интервью, а уже семейных пар, а вот как у них этот переход произошел, то есть вот, и как они сейчас оценивают, правильно они сделали, неправильно. Я вот запомнил ответ одного из наших респондентов, он сказал, говорит, ну, так вот подумать, если, говорит, без жены, конечно, легче, вот, легче, но с женой интереснее. Вот, и как-то мне прям вот запало это, и вот с тех пор прям вот помню этот ответ и поддерживает, да. Как будто бы в каких-то вещах легче, но без каких-то родовых обязательств, семейных связей, но имея их, мы как будто бы имеем другую жизнь, вот, гораздо более интересную и богатую. Да, как будто бы мы сами себя чего-то лишаем, просто вот то, чего мы лишили себя, вот в первом варианте, допустим, может прийти слишком поздно, понимание, что, ну, все уже, уже жизнь прошла, и вот это, тогда экзистенциальный кризис вообще просто падает, вот, с высоты девятого этажа на голову. Мне кажется, мы тоже не просто так сейчас все-таки разворачиваемся в эту сторону семьи, потому что непростая социальная ситуация сейчас, и люди действительно себя чувствуют очень одинокими перед лицом смерти, им хочется на кого-то опереться, да, и семья это то, на что можно опереться. Я подумала, еще тут есть такой интересный парадокс в отношении плохих историй семьи, да, или того, что мы стыдимся. По большому счету, все то, что делали мои предки, это был такой способ справиться с той ситуацией, в которой они оказались. Вот как вы рассказали про человека, который пил, и вы поняли, почему, да, он пил. Эта девушка поняла, почему он пьет. Когда мы работаем с людьми, мы замечаем такую интересную вещь. Если ты не можешь присвоить себе те способы, как ты справлялся с какими-то трудностями, если ты начинаешь их обесценивать, если ты начинаешь говорить, вот я никогда не буду таким, да, я полностью изменюсь. Приходят люди, говорят, а можно из меня сделать другого человека. Вот тут парадокс, что если мы идем за этим желанием, то мы приходим в тупик, потому что прежде чем я изменю себя, было бы здорово, чтобы я себя узнал. Узнал и принял и опирался на те способы справляться, которые я выработал. Они у меня точно есть. Я так точно умею, даже если мне кажется, что это не очень функциональный способ, что он меня к чему-то приводит не очень радостному в жизни. Тем не менее, у меня этот способ точно развит. Как-то мы с коллегами говорили, что русские люди, жители России, мы точно знаем, что надо делать, если придет война. У нас совершенно уникальная память, у нас это впитано, да, мы точно знаем, что делать. Мы не знаем, как жить, когда мир. У нас вот этой генетической памяти нет, потому что мы жили все время в трудное время, да, мы не знаем, как это просто жить и наслаждаться жизнью. Мы очень хорошо знаем, как выживать, да, как жить мы действительно не можем. Это такой парадокс, когда клиенты иногда приходят ко мне и спрашивают, я стала наконец-то жить хорошо, почему мне так тревожно? Потому что, ну, часто несколько поколений хорошо и не жило, да, и мы вот те самые первые поколения. И на ваш вопрос, отвечая Татьяна, что считают философы, да, философы считают, что человек Еркигор говорил в 19 веке, что я постоянно пересобирается, ну, была такая идея, концепция, что вот это я, оно никогда не остается неизменным, оно все время подвергается трансформации. Мне кажется, то, с чем мы имеем дело сейчас, мне кажется, кризис, который есть сейчас, в наше время, что мир меняется настолько быстро, что этому я бросается вызов, ну, меняться очень быстро, да, вот этот темп, человек не может к этому приспособиться, он в этом чувствует себя тревожно. И это, опять же, еще один аргумент, чтобы на кого-то или на что-то опереться, да, на что-то постоянное, на что-то, что не изменилось, да, на что-то, что пришло мне из одного поколения во второе и в третье, да, на что-то постоянное, потому что род – это что-то постоянное. Если позвольте, я вас поблагодарю за этот инсайт. Основной, как бы, вывод, который люди разных поколений, мы же снимаем и людей там серебряного возраста, и молодых людей, потому что никогда ведь не будет возможности оглянуться назад и, например, показать, как мама была маленькая. Так вот, все они одинаковый вывод делают, глядя на самих себя, и очень часто смотрят фильм вот так, всем корпусом, то есть это максимальная степень, ну, как бы, погруженности, да, вот такое вот считывание информации. Они говорят, я молодец. И особенно это важно для молодых, оказывается, потому что в жизни очень мало, когда нас хвалят, когда нас одобряют, чаще всего нас из лучших побуждений критикуют, выравнивают, форматируют, а я молодец – этого в жизни, наверное, ну, очень мало. Опять же, не каждая семья любящая, не у каждого есть партнёр, который его вот так вот, да, поддерживает. И вот эта вот история, когда я вижу самого себя со стороны, она очень терапевтична, как вы сказали. И это жизненно важно, это вот та сила, которая позволяет опереться и на вчера, и на самого себя. Просто человек даже не осознаёт, какой он замечательный, мощный, выживаемый, а в природе человек, это, говорят, самое такое адаптивное, ну, как бы, существо, да? Умеет адаптироваться лучше всех других. Да, да. У меня в связи с этим тоже есть одна короткая история, которая открывающая для меня совершенно была. Женщина, которая приходила на интервью о Ярис, сняла фильм, то есть она всё это рассказывала, и потом она мне звонит и говорит, что я вот только сейчас поняла, что когда мои дети росли, я их не, оберегая их, да, не посвящала в то, что я чувствую, когда они растут. То есть всё, что она переживала в этот момент, осталось в ней. И она говорит, у меня сейчас появилась возможность в фильме, в принципе, это сделать, да, то есть она об этом рассказала в фильме, но я детям своим сказала, у них сейчас тоже уже дети родились, делитесь со своими детьми всем, потому что эмоции – это то, что обогащает нашу жизнь. А ещё есть вопрос следующий. Допустим, у нас сейчас очень много говорят о наследственных заболеваниях, да, о том, что психосоматические заболевания – это те непрожитые эмоции, которые люди не смогли лишь завать, и они переходят в следующий. Ну, как одна из точек зрения. Есть возможность у ныне живущих, допустим, этот сценарий каким-то образом изменить? Мне кажется, что у нас есть различные культурные формы, как мы это проживаем, перепроживаем, и как мы имеем с этим дело. В детстве, например, для того, чтобы нам стало легче, мы играем в игры, в куклы. Мы читаем сказки, да, книжки, мы находим какие-то книжки, в которых эта история как-то разворачивается, и, возможно, есть выход. Когда мы становимся взрослыми, мы тоже читаем книги, ходим на спектакль, мне кажется, что вот это, то, что мы называем искусством, в общем, оно помогает перепроживать какие-то эмоции и находить выход из каких-то трудных ситуаций. Когда мы с клиентами стали обсуждать не только ситуации травмы, но и ситуации выхода из этих травм, то то, что меня удивило, человек удивительно находит способы, как ему справиться со своими непростыми эмоциями в детстве. Когда, в общем, нет часто ни психотерапевтов, да, когда ты не можешь какую-то историю рассказать маме или папе, да, и тогда ты как-то удивительным образом находишь выход. Я думаю, что у каждого из нас есть какая-то такая интуиция внутри, которая помогает нам этот выход находить. Другое дело, что мы разучаемся ее немножко слушать, потому что мы больше доверяем масс-медиа, да, каким-то социальным картинкам, мы больше слушаем, каким надо быть. Мы редко остаемся в одиночестве, слушаем сами себя, мы больше слушаем других, нежели себя. Для того, чтобы услышать свою интуицию, иногда нужно, чтобы все заткнулись, да, перестали говорить, потому что в этом шуме невозможно себя услышать. И вот это тоже, мне кажется, сейчас сложность, которая есть, что мы в потоке информации перестаем себя слушать. Но и этот вопрос люди решают, потому что, мне кажется, как... Ну, сейчас прям модно заниматься медитацией, всякими техниками осознанности, да, йога набирает совершенно какие-то обороты. Мне кажется, что у человека есть какой-то такой врожденный механизм выживания, да, что когда ему плохо, он все равно ищет выходы. Кто-то идет на психотерапию, а кто-то картины рисует, и для него это психотерапия. К чему здесь можно призвать, не знаю, слушать себя, что ли, искать что-то, что именно твое человеческое. И это тоже можно найти в роду, если вообще вспомнить, а кто у меня там чем занимался, да. У меня там, например, бабушка замечательно вышивала, да, она была удивительной вышивальщицей. И в какое-то время я прям почувствовала, что мне тоже хочется какого-то творчества, да, чего-то вот такого ручного мне хочется там вязать или что-то заниматься рукоделием. Это тоже историю, которую можно найти в роду, кто у меня там чего делал, да, такого интересного. И тогда я тоже могу этим заняться. Вот вы сейчас сказали о том, вы сейчас сказали о реальности, которая, мне кажется, выхолощивается, ну, в последнее время. Читать сказки – это уже не стандарт, как бы, поведения мамы-ребенок. Ну, там, слушать вечером перед сном друг друга, слушать историю бабушки, ну, вот просто разговаривать, ездить к бабушке. Институт бабушек, он как бы умирает при помощи пенсионной реформы тоже. То есть, ну, как бы он выхолощивается. А это всё такие вот, ну, как точки опоры. Базовые. Базовые, без которых нельзя. И об этом нужно сказать, потому что это всё как бы остаётся почему-то в прошлом. Мои дети, когда росли, началась с эрой диснеевских мультфильмов. Это были мультфильмы класса «Король лев», от которых душа замирает у поколений. А ещё были Чип и Дейлы, ну, Гуф и всякая, и дальше Губка Боб по степени, как бы, деградации. Ну, пусть меня просят, да. Так вот, я объясняла, что не надо это смотреть. Почему? Перескажи мне, про что это. И они не могли мне рассказать, про что это. А про «Король лев» могли. И вот, как бы, выбор родительский, вот, что давать ребёнку, какие истории. Вот истории, как бы, сказок из семьи, истории про дедушку, про бабушку и про это. Или отдавать на отку, потому что загружает сейчас современная, ну, как бы, индустрия, назовём её так. Это уже, как бы, ответственность родителя. Мне кажется, что наши дети всегда будут отличаться от нас. Но я тут знаю совершенно, недавно узнала совершенно парадоксальную такую историю, когда один мой знакомый мальчик купил книжку Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». А купил он её, потому что известный блогер Саиндук, по-моему, озвучил эту книжку и создал целый проект, когда он вслух читает, ну, значит, со своим каким-то слегом вот эти вот классические произведения. И меня это настолько удивило, что книжка выглядела совершенно не классическим образом, она больше похожа была, обложка на какой-то триллер, да. Мне кажется, что архетипически истории про короля льва и какая-нибудь сказка, да, и какая-нибудь басня Крылова, они всё равно где-то будут похожи. Просто они будут рассказаны другим языком, который, возможно, современным детям будет более понятен. Но они всё равно к этому тянутся, они всё равно как-то это находят. Они не читают, правда, тех книжек, которые мы читали. Ну, может быть, наши книжки были связаны, да, со временем. Но когда я смотрю те книжки, которые они читают, они, в общем, мало по сюжету отличаются. Там другие герои, другой сюжет, может быть, да, другой автор. Ну, в общем, история про что-то то же самое, да, но другим языком рассказана. И не думаю, что мы это теряем, это просто трансформируется. Соглашусь. Мы не можем задержать, да, ну не могут все читать Достоевского, он не будет всем интересен, да. Кто-то будет читать что-то современное, там, фантастику, да, какую-то. Но, слушайте, тот же самый Гарри Поттер, да, ничуть не менее архетипичен, да, или там «Властелин колец», ничуть не менее глубок, чем Фёдор Михайлович Достоевский. Чем Илья Муровец и его товарищи. Они просто находят что-то другое, но они это ищут, потому что они тоже не хотят чувствовать себя одинокими. Они тоже хотят приобщаться к какой-то культуре, да. Она выглядит по-другому, она нас пугает. Но если внимательно на это посмотреть, то в ней тоже есть содержание. Вот про то, что выбирает, ну, молодое поколение, да, вот интересно. Вот Татьяна говорит про биографическое интервью. Прекрасный способ для того, чтобы вернуться, да, с сознанием, в семью, и что где ты. Другой способ – побыть с собой, наедине с собой, заниматься развитием интуиции, прислушиваться, реализовывать себя. А еще есть третий, но он как бы связан со всеми этими. Я с ним лично столкнулась, когда молодая семья, вышедшая, ну, проще говоря, речь идет о моей семье. У меня примерно то же самое, что у Павла Николаевича. Дальше бабушки, ну, ладно, прабабушки, прабабушки, с одной стороны, никого не знаю. Но моему сыну почему-то стало это интересно. И он выяснил, почему совершенно непонятно. То есть у нас не было разговоров на эту тему. Но он выяснил, что по одной линии у нас рукоделие идет, причем вот совершенно четко просматривается. По другой линии все военные сплошь. Мало того, когда он это понял, у него самого, мы потом просто разговаривали с ним на эту тему, появилось желание ввести в свою уже семью определенные ритуалы. Ну, то есть у них прямо есть конкретные вещи, которые они стандартно делают, и это вот как правило. Которые, конечно, всем, всех устраивают, но это вот незыблемые какие-то вещи. Понимаете, это вот к тому, что они сами нашли. Я его к этому не приучала, потому что я сама пролетела этот благополучный период. Сейчас только вместе с ним я уже участвую в этих традициях, в этих ритуалах. И они на мне отражаются. Мне кажется, еще в тревожное время человек всегда ищет какие-то опоры, ритуалы, какие-то правила, которые бы могли немного структурировать. Потому что правила и ритуалы – это то, что помогает нам снизить уровень тревоги. И в этом смысле дети особо чувствительные элементы, потому что они больше умеют чувствовать, нежели думать. И поэтому они интуитивно начинают что-то такое искать, придумывать или привносить в семью. И хорошо в вашем случае, что вы за этим пошли, потому что не всегда взрослые за этим идут. Иногда они думают, ну он маленький, он ничего не понимает, зачем это нужно. Но иногда дети являются, правда, такими двигателями взрослых в семье. Тут еще один есть интересный аспект, когда мы говорим о семье с тем самым неблагополучным сценарием. И когда дети, приходя уже во взрослом состоянии к психологам и к психотерапевтам, говорят о том, что я не могу простить своих родителей. Ну вот за ту самую травму, которая когда-то в детстве была. И я читала точку зрения о том, что, по-моему, у Хеллингера, если я не ошибаюсь, что родители, простите, вообще это не вопрос, потому что дар жизни ценнее, чем условия проживания этой жизни. Это так? Мы не то что спорим с Хеллингером, но я хотела бы прокомментировать, чтобы вы... Я не очень люблю однозначность, потому что, с одной стороны, да, родители это те, кто дали нам жизнь. И они действительно нас любили и заботились. С другой стороны, они же, и это такой парадокс, могли причинить нам самую сильную боль. И это всегда есть в любви. Почему люди почему-то думают, что любовь – это сплошное счастье, да, ничего подобного. В любви всегда есть вторая сторона. Есть страх потери, есть какие-то страдания. И часто людям трудно вместить это. Они не могут понять, как это так. Так, моя мама, там, дарила мне удивительных кукол, именно тех, которых я хотела, да, и она же запрещала мне, там, встречаться с мальчиками, или кричала на меня и наказывала, да. И это... Человеку трудно это вместить. Он хочет выбрать что-то одно – или чёрное, или белое. А на самом деле было и то, и другое. И это абсолютно нормальный факт, мы так устроены. Мы не можем... Это невроз родительский, который сейчас есть, да. Что бы такого я могла там сделать, как мать, чтобы мой ребёнок не пошёл к психотерапевту. Ну, в общем, всегда будет чего рассказать своему психотерапевту о том, чего мама делала не так. Потому что, ну, невозможно попасть во все потребности человека, которого ты любишь. И мне кажется, людям сложно справиться вот с этим парадоксом. А вот эта история про то, что я не могу простить свою мать, часто это... Часто простить свою мать – это означает признать, что я уже взрослый. И вот это трудно. Трудно признать, что теперь взрослый я сам. До тех пор, пока я обвиняю своих родителей, у меня есть оправдание своему бездействию, да, своему, там, бегу по кругу, да, тому, что я не беру ответственность за свою жизнь. Как только я признаю и прощаю своих родителей и говорю, ну да, у меня была вот такая история, то тогда мне нужно признать, что теперь я сам автор своей жизни, и теперь мне самому придётся эту историю переделывать. Это бывает страшно. Да, и такая, я бы сказал, некоторая дурная сторона влияния популяризации психологических знаний, да, что нас начинают так мыслить, что вот в детстве меня там родители недолюбили, поэтому я вот сейчас такой злой там, да, вот, как будто бы мы себя вычёркиваем из этой истории, но вообще-то серьёзное психологическое знание не вычёркивает активность и некоторую такую, ну, авторскую позицию самого человека, да. А где я? Да, то есть, я такой злой не потому, что родители меня недолюбили, да, это грустная история, но злой я не из-за этого, а потому что я почему-то делаю такой выбор, да, сослаться там на кого-то, вот я, поэтому я такой, то есть, это некоторое оправдание, но не причина, вот. Вот, поэтому момент, да, мне тоже, я сказал, ну, я тоже не сторонник какой-то однозначности, вот, и, собственно говоря, когда, ну, вот, в этом опять же получится некоторый такой упрёк некоторым популяризаторам психологии, когда всё сводится к каким-то решениям стандартным, вот, сделай так, и будет тебе счастье, вот. Вот, нет, мы достаточно сложно устроены, и действительно, тот человек, который, то, что говорила Ирина, ближе всех к нам, но он нас ближе, сильнее всего и ранит, вот. И в какой-то мере это компонент такой зрелости каждого из нас, выдерживать вот эту двойственность, что ли, близости, то есть, любви, одновременно какой-то боли, вот, действительно, любая значимая для нас фигура, она настолько же нам источник каких-то приятных эмоций, переживаний, сколько и источник каких-то очень сильных негативных переживаний, страхов, вот. И это бывает очень сложно принять. Мне кажется, однозначность всё-таки есть, потому что, если эта истина занесена, ну, как бы, в библейскую вот такую, ну, парадигму, что ли, парадигму, почитай отца своего и мать свою, и да пребудут дни твои на земле, то это, наверное, истина, как бы, неопровержимая. Ты отдаёшь дань уважения им, но имеешь право строить свою жизнь. Это то, о чём вы оба говорили сегодня, и это не умаляет твоей ответственности, что ты повзрослел, сепарировался, дальше сам. Знаете, так интересно, Татьяна, что именно работа с гинограммой, тоже работа с родовыми историями, очень хорошо двойственностью эту показывает, потому что ты прям видишь, что у тебя в роду были разные случаи, у тебя были случаи, когда было что-то, что осуждалось обществом, что принято называть не очень хорошим, но было что-то, чем можно было гордиться. И это тоже такой способ, знаете, не делить семью и род на чёрное и белое, а видеть этот род во всём его многообразии. Это тоже помогает немножко целостно собрать человека. Я глубоко верю в то, что интервью, видео, видеоисторию своей семьи собирать нужно, потому что пришло время, когда никто не печатает на машинке, все пользуются другим форматом коммуникации. Мы не пишем письма, мы общаемся в другом формате, при помощи телефона, при помощи экрана. Поэтому видеоистория – это не только история, которая сохраняет память, она передаёт ещё эмоцию, энергию человека, блеск глаз, расстановку акцентов. И это чуть больше, нежели формат просто книги и записи. Поэтому я искренне верю, что такой фильм нужен всем, а не только людям, у которых там значимые предки какие-то, или есть чем гордиться. А это просто такая точка опора для тебя и твоих будущих поколений. Ты просто должен это сделать для будущих поколений, чтобы на тебе не прервалась вот эта история. Это очень важно. Да, как один из девизов вашей компании – нет неинтересных людей. Есть люди, которые считают себя по какой-то причине неинтересными, и это возможность. И Аярис мы для себя расшифровываем как «а я расскажу историю». Да мне понравилась сейчас фраза по поводу неинтересных людей. Есть люди, которые почему-то считают себя неинтересными. Для меня, наверное, какой-то момент, он связан больше со встречей. Все какие-то изменения нашей жизни или новые понимания, смысл, они рождаются из каких-то встреч, встреч с другими людьми. То есть, по сути дела, я в какой-то мере могу назвать конкретных людей в своей истории, после которых я как-то стал иначе смотреть, иначе думать, иначе чувствовать. Это всегда другие люди. То есть, зачастую где-то мы осознаем это, где-то не осознаем. Но так или иначе, та траектория, по которой мы движемся, те вопросы, которыми мы задаемся, – это связи. И вот, не знаю, как-то… Мой вопрос, он звучит, наверное, как… Иногда эти связи случайны, да, то есть ты их не планируешь. Вот. И, наверное, так вот, как можно ли так запланировать какие-то связи, которые бы как-то преобразовали, трансформировали твою жизнь? Не знаю, можно ли, но в какой-то мере быть открытым, наверное. То есть не замыкаться, и это, если возвращаться к тому, о чем мы говорили, в том числе и открытым к какой-то своей семейной истории, да, потому что эти же связи – это в том числе и связи с какими-то твоими предками, да, родственниками, ну, та история, которую вы рассказывали, как будто исключенный человек, да, но когда мы его включаем, и образуется какая-то новая связь, преобразующая и добавляющая, как я говорил, какое-то иное измерение в мою жизнь. Вот. Наверное, сейчас вот то, о чем мы говорили, для меня больше вот как-то разговор об этом, то есть вот об открытости, контакту, связям и впускании в свою жизнь как-то людей, которые способствуют тому, что мы начинаем как-то где-то иначе думать, чувствовать, обретаем новые смыслы. Да, я бы тоже продолжила позицию Павла, и тоже сижу и думаю о том, что человеку нужен человек. Я бы, наверное, привнесла это слово «любовь», «любите», потому что это единственное, на мой взгляд, что помогает справиться со страхом и с вот этой тревогой, потому что другой человек и контакт с другим человеком, вот эта близость, которая возникает между двумя людьми, она действительно способна творить чудеса, и она очень меняет. Другое дело в том, что мы не всегда решаемся открываться к этой близости, и мы, правда, не всегда бываем открытым. Эти встречи часто случаются в нашей жизни, но мы не всегда даем возможность себе им открыться, потому что это может случиться только если я к этому готов. Наверное, такой призыв «открывайтесь» в этом. Да, это может вас ранить, так иногда бывает, но это может и спасти, и исцелить, и привнести в жизнь что-то новое, что изменит и вас, и другого человека, потому что настоящая встреча, она меняет обоих. Спасибо большое. Для меня точно сегодняшний день будет как раз той встречей, которая что-то меняет, потому что, да, когда такие происходят, знакомства с разговорами, что-то в тебе меняется безвозвратно, и это очень радует. Спасибо огромное, что приглашение приняли, что поучаствовали. Я надеюсь, что разговор, который, я неправильно сказала, я не надеюсь, я уверена, что разговор, который у нас сегодня состоялся, будет не только интересным, а, возможно, и полезным для тех людей, которые действительно хотят узнать себя, чтобы не говорить «я не хочу быть такой», чтобы узнать свой род, чтобы наполнить свою жизнь эмоциями, чтобы быть открытым и готовым к разным впечатлениям жизни. Спасибо за внимание. С вами была передача «Фокус на человека» и Наталья Ежова. С вами была передача «Фокус на человека» и Наталья Ежова. С вами была передача «Фокус на человека».